Уважаемый Фраим, можно вас попросить немножко поподробнее разъяснить разницу между все-таки шиитами и суннитами? А то у меня, например, сложилось впечатление из прошлой лекции, что суниты – те, кто исповедует суны, а шииты – те, кто исповедует али. Получается, что одни исповедуют желтые, а другие – соленые. Вот в чем разница и почему из этой разницы следует практически в реально доступное для нашего поколения время невозможность их объединения и примирения? Спасибо. Вы знаете, во-первых, спасибо за вопрос. Давайте мы попробуем отдельно ответить на вопросы, может быть, даже не сегодня, а в следующий раз. А сегодня попробовать поговорить о том, что я хотел сегодня рассказать, для нас будет более упорядоченный курс. Вопрос я вас понял, вопрос абсолютно логичный. Единственное, с чего я начну, я хочу сказать, что люди, которые нас окружают, они в основном суниты. Значит, и вообще представление о том, что суниты для нас лучше, чем шииты, на мой взгляд, оно, так сказать, не очень обоснованно, смотря по каким параметрам. Вот идея о том, что мы должны дружить, так сказать, против, с хорошей Саудовской Аравии, против плохого Ирана – это вот один из примеров того, что люди не пытаются залезть достаточно глубоко. Каким-то параметрам да, каким-то нет. Вот. Ну, естественно, нынешний режим в Иране, он, так сказать, достаточно чудовищный, но, так сказать, посмотрим, что будет дальше. Вот. Я хочу, значит, я запомнил ваш вопрос, я на него отвечу, я не ухожу от этого. Значит, несколько слов о том, что запланировано в дальнейшем. Значит, сегодня мы поговорим немножко снова об исламе, немножко поговорим о иудаизме, просто потому, что нам нужно подвести какую-то общую базу под наше, так сказать, наверное, знание. Вот. Поймем, чем они друг от друга отличаются и что у них общего. Дальше, в следующий раз мы будем обсуждать исторический аспект, как ислам появился в наших краях, захват Иерусалима, захват Иерусалима, и вот как раз возникает вопрос о том, имеет ли еврейский народ какие-то права на Иерусалима в соответствии с исламом, или эти права даны и потеряны, они, например, условны, или они безусловны. Вот это, так сказать, сложная тема. Дальше мы будем обсуждать мечеть Алякса, где она находится, что это такое, как она связана с ночным путешествием Мухаммеда. Дальше мы обсудим тему о том, что евреи и христиане исказили свое писание. И только ислам знает, так сказать, как правильно. Это сложная, может быть, самая сложная тема, так сказать, из всего курса. Что-то случилось? Да-да-да, все, слиха, это я, идиотизм, все, извиняюсь. Значит, исказили или нет, или всегда, то в какой форме евреи и христиане, соответственно, Тору и, значит, Евангелие, если да, то что это значит. Дальше статус евреев, уже не иудаизм, а евреев в глазах ислама. История евреев в мусульманских странах. Дальше либо в той лекции, либо в следующий раз мы поговорим о золотом веке ислама, как он кончился. Обсудим вопрос, почему он кончился и может ли он возродиться. Дальше мы поговорим про политический ислам и джихад. И дальше, в завершении нашего курса, поговорим о том, есть ли, так сказать, надежды, что мы могли бы со своей стороны сделать для того, чтобы противостояние уменьшилось. Или, по крайней мере, было более, как бы, не знаю, более мягким. Вот. Мы переходим к нашей лекции. В прошлый раз мы очень кратко и очень бегло обсудили канву того, что такое ислам. Я представляю себе, что часть этого материала уже забыта. Поэтому я решил взять из одного из мусульманских источников страничку текста, что такое ислам. Я просто вам её сочетаю. Мы говорили о том, что мы будем очень корректно вращаться с мусульманскими источниками, хотя предполагается некоторая интеллигентная полемика с ними. Мусульманская религия основывается на вере в единственного бога, который ни на кого не похож, и никто, и ничто не может сравниться с ним. На арабском языке эта религия называется ислам, что означает послушание богу. Соответственно, мусульманин или по-арабски муслим означает человек послушный, покорный богу. Пророк Мухаммед не основатель новой религии. Он возродил вероучение предыдущих пророков и посланников, которое было сильно подзабыто людьми к его приходу. За всю историю человечества Всевышним было послано около 124 тысяч пророков, включая 313 посланников. Первым пророком был наш пророк Отец Адам, последним пророк Мухаммед. Посланниками являются пророки Мухаммед, Ибрагим, в смысле Аврагам, Муса, в смысле Моисей, Иса, в смысле Иисус, Нух, в смысле Ной. Все пророки знали и говорили своим общинам о том, что придет печать всех пророков и посланников Мухаммед. Между всеми ними существует абсолютная преемственность. Покорившийся Богу обязан верить во всех пророков и посланников и признавать их миссию, иначе он не обретет подлинной веры. Вера в Аллаха и вера в его пророков является столпом веры мусульманами. Все пророки были покорны Богу, то есть мусульманами. Всевышний в Коране поверил тем, кто следует пророку Мухаммеду, верить в Аллаха, в то, что неиспослано им через всех пророков, то есть признавать Коран и другие божественные писания Тору, Псалтырь, в смысле Псалмы, Евангелие и послание пророков. Аллах сказал, что нет различия между пророками, все они братья мусульмане. Пожалуй, на этом я закончу цитирование. То есть из-за этого мы понимаем, что все пророки, даже, так сказать, они все мусульмане. И ислам существовал всегда, а Мухаммед пришел только обновить. Значит, и мы задаемся вопросом сразу первым, как понять эту идею, что ислам существовал всегда, потому что мы связываем ислам конкретно с пророком Мухаммедом. Мухаммед – это историческая личность, известно, когда он жил. Он родился в 570 году, умер в 632 году. И надо полагать, что ислам, в том виде, в котором мы понимаем его, начался именно с него. То есть именно ему открылся Джибриль со своими, так сказать, сообщениями, которые составили в конечном счете Коран. Значит, для того, чтобы лучше понять это дело, мы должны вдуматься в смысл слов. Когда мы говорим слово «мусульманин», может ли оказаться, что в каком-то периоде времени это слово имело другой смысл, другое значение? Действительно, есть такое мнение, что мусульманин в смысле обращения к пророкам – это человек, который принял на себя веру в единого Бога. Он, естественно, не мог соблюдать шариат, который разработан был позже. Но в каком-то узком смысле все пророки и, соответственно, праведные люди, которые жили в ту пору, они в этом смысле могут считаться мусульманами. То есть смысл этого слова сильно изменился. Поэтому, когда мы говорим, что Аврагам Ибрагим был мусульманин, то это имеет такой же, так сказать, смысл, как человек, которого они называют словом «ханиф». То есть человек, который верил в единого Бога, и его открыл, и ему покорился. Поэтому разница в терминологиях не должна нас смущать. Значит, из этого текста мы видим, что существуют и другие писания, в частности, Тора. Значит, когда Коран говорит слово «Тора», он имеет в виду обычное, не пятикнижие Моисеева, а то, что мы называем словом «танах», то есть еврейскую Библию, или, если угодно, Ветхий Завет терминологии христианства. И аналогом, как бы, Корана в этом смысле является писание. Поэтому более точное термин было бы «писание». И, кстати, сказать, очень часто это переводится на разный язык именно так. Значит, но я не поручусь, возможно, есть какие-то ситуации, в которых принимается именно пятикнижие, Тора в смысле пятикнижие. То есть, даже точно есть. Мы об этом поговорим. Вот. Значит, теперь, с точки зрения Корана, иудеи и христиане допустили искажение, называется «тахриф», или если угодно, «повреждение». То есть, в этих священных книгах не всё сохранилось так, как оно было даровано, скажем, Моисею. Вот. Значит, мы напомним ещё, что Мухаммед, согласно исламской традиции, человек, который не умел читать и писать, по крайней мере, это в широком смысле этого слова. И по этой причине мусульмане верят, что он не мог написать такое произведение, как Коран, которое написано в высоком поэтическом стиле. «Сам Мухаммед не творил чудеса и себе, согласно Корану, и не, как бы, отводил особенно большую роль. А очень скромно, вот сура 41, аят 43, тебе будет сказано только то, что было сказано посланником до тебя. Воистину твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием». То есть подчёркивается то, что Мухаммед не приходит как бы с новой вестью, а восстанавливает то, что было до него. Когда мы говорим, деликатная ситуация возникает, когда мы говорим про посланника, или, так сказать, привычным нам в еврейском олеходе слова пророка, который должен рассказывать о том, что будет в будущем. Таким образом мы пытаемся определить, является ли он истинным пророком или лже-пророком. Такова еврейская традиция. Вот, значит, Мухаммед не входит, так сказать, не попадает в эти рамки. И вот что он говорит, 46, 46 сура, 9 аят. «Скажи, я не являюсь первым из посланников, и не знаю, что произойдёт со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне в откровении. Я всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель». Вот, то есть Мухаммед сам, так сказать, его имя в Коране встречается не слишком часто, гораздо реже, чем имя Моисея. И он, так сказать, ясно говорит, его устами ясно говоря, что он не предлагает изменения того, что было раньше. Или другими словами, мы можем представить себе, что все виды Писания, скажем, Тора, скажем, Псалмы, Евангелие и Куран, они в каком-то смысле все являются единой, говорят, матерью книгой. Вот, и в этом смысле есть очень важное общее звено между аврамическими религиями, чуть попозже. Вот, точнее даже, но это не в Коране, мусульманская традиция говорит о том, что существуют такие, как бы, хранимые таблички или платы, я затрудняюсь это перевести, Preserved Tablet, значит, которые хранятся на небесах, недалеко от трона Всевышнего, и время от времени, значит, Аллах Всевышний, так сказать, спускает вниз свои сообщения, так сказать, такое сообщение является, в частности, Тора, в разные периоды времени разным народом, через разных посланников, скажем, через Моисея евреям, вот. Ну, и, значит, согласно этому подходу, так случилось, что евреи и христиане не сохранили оригинального текста или оригинального, как бы, божественного слова, что именно означает не сохранили, и чего именно они не сохранили, что именно они не сохранили, мы поговорим отдельно. Они что-то исказили, что-то сокрыли, и тогда была необходимость отправить последнего посланника, которым и был Мухаммед, и Господь послал его, чтобы восстановить, как бы, чистую религию в чистом виде. И, значит, в отличие от предыдущих религий, ислам не претерпевает изменения, Коран не будет, так сказать, искажен, и из этого следует с точки зрения ислама три вывода, что аврамические религии, иудаизм, христианство и ислам имеют общее происхождение. Каждая религия – это, так сказать, как бы священное священное писание одного и того же общего небесного первоисточника. Но единственная религия, которая сохраняет, так сказать, вот истину – это ислам. И Мухаммед его называет печать. Мысль завершающий из пророков, и после него уже никаких изменений, никаких пророков не будет. Вот. Итак, еще пару слов про ислам. Переходим к иудаизму. Значит, ислам, как мы говорили, очень строг в отношении монотеизма, соответственно, очень строг по отношению к неверным. И в зависимости от того, как понимается слово ислам в широком смысле, как в начале, мусульманин, муслим, или в узком продолжении, то, что мы говорили в начале, значит, евреи попадают либо в одну, либо в другую категорию. Вообще говоря, они являются людьми книги, народом писания, вместе с христианами. Вот. Но есть немало сур, в котором они называются неверными, кафир, соответственно, есть тема джиада, но об этом потом. Значит, в Куране есть огромное количество еврейских материалов, огромное. В частности, упоминается 24 еврейских пророка. И одна из особенностей Курана стоит в том, что он объединяет некоторые образы, которые, с точки зрения иудаизма, находятся совершенно на разных местах, делает из них некий совокупный образ, вероятно, для того, чтобы нам показать, что есть какая-то общая идея. Вот. Итак, несколько минут мы поговорим про иудаизм, скорее всего, все хорошо знаете. И тем не менее, несколько слов. Значит, иудаизм это самое древнее, самое первое из монотеистических религий. Речь идет о вере в единого Бога, который не только создал мир, но и им управляет. Он творец, и он управитель, и он близок к нам, и человек, созданный им, является его партнером по творению. Существует божественный план, существует три аварамические религии, которые, точка иудаизма, являются его дочерними. Каким-то параметрам ближе ислам, каким-то параметрам ближе христианства. Например, в февреи вполне можно идти в мечеть и там молиться, но не в церковь. значит, есть награда и наказание в зависимости от поступков. Вашим поток был не капризом Бога, а наказанием и расставлением. И есть коллективная роль библиотерийского народа. Это народ, избранный для определенной миссии. Народ священник, соответственно, его судят по очень строгим критериям, не так, как других. Полагается, что он не лучший, а ближайший. Особая близость и полагает особую святость. Но если говорить о лучшей и не лучшей, то в Танахе, в еврейской библии, в пророке, да и непосредственно в Торе, Господь не очень много комплиментов уделяет еврейскому народам. Называется народ жестоковыйный. И при той высокой миссии, которая ему уготована, его самостийность очень трудна. Так и иначе, на еврейский народ возложена миссия. От него ждут не только персонального, но и коллективного морального поведения. И это выражается в слове брит, то есть союз, который несколько раз заключается с еврейским народом. Один из таких союзов это божественное откровение на Синае, которое видели масса людей. Из этого следует выполнение заповедей, всевышний говорит, что он ждет от еврейского народа. Сейчас будет два дня праздник Шивот. Один из его смыслов это здорование Торы на горе Синай. Что это означает? Означает право ее комментировать, но означает обязательство по ней жить. Вместе с Торой и другими компонентами создается Танах, то есть еврейская Библия. И значительная часть Танаха это пророчества, которые были записаны, потому что они являются пророчеством для поколений, не только для конкретных ситуаций того времени. В дальнейшем еврейский народ создает уникальный документ, который называется Талмуд, точнее даже два, не вагалонский и усалимский, который включает такой очень интересный элемент, который называется Мидраж. Вот этот Мидраж является одной из тем нашего сегодня беседы, точнее Мидраж Агада, потому что когда пытаемся сравнивать еврейские священные книги и мусульманские, то соответственно Куран будет аналогом Тура или Танаха, а вот хадисы, про которые мы много говорили и будем много говорить, являются в какой-то степени аналогом Мидража. Здесь существует некоторое довольно важное развлечение. Дело в том, что хадисы обычно понимают буквально. Мидража Агада нет. И я сейчас закончу про основные идеи иудаизма, но мы вернемся к теме Мидража Агада. Я хочу вам предложить некий пример, усеченный, конечно, но который иллюстрирует подход. Итак, существуют универсальные и национальные заповеди. Национальные заповеди 613. Они рассказывают евреям о том, как они должны себя вести, как они должны организовать свою жизнь и каким образом будет то самое моральное поведение. Есть и заповеди, которые адресованы другим народом, называемым Дней Ноах, как бы потомком Ноаха Ноя. И вот это сочетание универсального, так сказать, экстравертного, интровертного, универсального, национального вообще с противоположности очень характерно для еврейского подхода. История мыслится как диалог со Всевышним, отвечает нам событиям истории. Мы не все понимаем, далеко, но мы ожидаем, что он нам как-то отвечает. И очень важный момент, когда евреи не соблюдают то, что от них требуется, их наказывают, их изгоняют из страны, происходит так называемое сокрытие божественного лица. Но они не теряют свой статус избранного народа. Это важно. Так существует земля обетованная, особая земля, страна Израиля. Существует понятие изгнания Галут и освобождения Геула, Нужно построить переносный храм с Кинью, потом храм в Иерусалиме. Существует понятие божественного присутствия. Существует божественное присутствие не только в храме, но и посреди еврейского народа. Есть понятие святость, душа. А один из важных элементов, о котором нам говорит иудаизм, это чудеса. Бывают чудеса. Значит, чудеса, мы ожидаем описание чудес не в Мидраж, не в Мидраше, а в Керсте Канапа. И вот, в частности, один из еврейских пророков, пророк Ириша, у него описывается, что он был чудотворец, ему обратилась вдова праведника, которая была абсолютно без средств, нужно было чем-то помочь, ему удалось сделать чудо масло. Масло размножилось удивительным образом, наливало каждый раз из того же источника в новую ёмкость и каждый раз было масло всё больше и больше. Ему удалось произвести чудо рождения у бездетной женщины Шунамид в воскресенье этого умершего сына, в течение проказа Наомана. И важно обратить внимание, что все эти явления имели практическую нужду. было понятно, зачем это нужно. К этому мы тоже вернёмся. И некоторые места в Торе непонятны, довольно многие непонятны на самом деле, хотя Тора написана относительно простым языком. Вот многие вещи мы делаем не так, как написано. Например, есть понятие око за око. Ачетверийские мутрицы трактуют практическую жизнь. Это по-другому виде компенсации. То есть аллегорическое толкование стихов Торе возможны. Почему мне это нужно? Потому что я надеюсь, что нам будет дозволено аллегорическое толкование некоторых сурф в Хоране. И пример Мидраша. В Талмуде Таркате Танид обсуждается беседа двух еврейских мудрецов. Один из Вавилона, другой из Израиля. один из них говорит такую фразу «Отец наш Яков не умер, Яков обин умер». Ну, это вызывает удивление, что не умер. Более-менее как в Торе читаем, что он умер, что была бы похоронная процессия, что его как бы пивали, как-то сказать, бальзамировали, что значит не умер. Мидраш пытается найти некую особенность, некую шероховатость в тексте и базируется на том, что когда говорит о предыдущих двух патриархах, о Аврааме и Ацхаке, то слово «мита», один из синонимов слова «смерть», там не употребляется, употребляются другие синонимы. А вот именно это почему-то нет. Вот. Это служит зацепкой для Мидраша. Ну, толкование дальше идет в попытке понять, что значит не умер, в каком смысле он не умер. В каком-то смысле человек Яков умер, а в каком-то другом не умер, в каком же он не умер. Ну, во-первых, Яков это одно из двух имен патриарха, второе его имя Исраиль, то есть Израиль, этим именем называются его потомки. И далее сегодняшний народ Израиля, то есть еврейский народ. Значит, и покуда они идут по его пути, сохраняют его наследие, он не умер. Вот очень вкратце это Мидраж. То есть никто не предполагает прямого, буквального понимания, ищется другой смысл, другой как бы оттенок. Но этот Мидраж позволяет нам увидеть как бы дополнительный слой, какой-то дополнительный план значения. Вот. Вот пока все про иудаизм. Значит, и дальше интересно задаться двумя фундаментальными вопросами. Чем же эти две религии, мы с крестьянцем сравнивать почти не будем, чем же эти две религии похожи и чем они разнятся? Ну, во-первых, как мы сказали, значит, они являются произведением чего-то по-видимому общего третьего. То есть еврейские источники тоже говорят, что патриархи соблюдали Тору. Точно так же, как и ислам говорит, что они были мусульмане. То есть по-видимому это выражение разными способами адресуется к тому же самому явлению, что они все соблюдали, скажем, семьи цвот потомков Ноха, Ноя, а в смысле ислама из понятия ханиф, то есть они были праведниками и, так сказать, верили в единого Бога. Мы говорили про таблицы, которые находятся у престола Всевышнего. То есть религии эти имеют одно очень важное, очень ценное начало, ценную базу. Вот, теперь есть еще вопрос. Вот тот Бог, которому поклоняются евреи и мусульмане, он один, тот же? И ответ да. То есть как бы центральная идея той другой религии это монотеизм. В этом смысле мы очень похожи. Вот. И вот давайте посмотрим еще несколько примеров. Значит, Адам был первым пророком. Значит, точки зрения, ну, как бы пророком, как бы посланником, выдающимся человеком. Значит, и та и другая религия его, как бы, признает, так сказать, качество первого звена не только создания человечества, физического, но и духовного. Вот, еврейский народ является избранным народом, согласно Торе. Как ни странно, нечто подобное говорит о Коран. «Семля обетованная, согласно Торе, дана еврейскому народу». В Коране тоже написано, что еврейский народ, точнее, Бану Исраиль, получили права на землю, не только права, но и обязанности. Значит, другой вопрос, являются ли эти права и обязанности безусловными, или еврейский народ их потерял. Вот тут существует разногласие, мы об этом поговорим. Значит, и та, и другая религия черпает свое происхождение от Авраама, Авраама или Абрагима. Значит, каждый имеет свой центр направления молитвы, евреи молятся в направлении Иерусалима, мусульмане в направлении Мекки. Значит, и та, и другая религия имеет указание на паломничество. Евреи в ту пору, когда стоял храм, должны были три раза в год совершать паломничество в Иерусалиме. Мусульмане должны совершать паломничество в Мекку. Вот. И ритуальный убой скота. У евреев есть строгие законы ритуального убоя животных, называемый кашрут. Интересно, что мясо, которое является кошерным, то есть разрешенным согласно еврейским законам, разрешено в пищу мусульманам, называемым халяль. Это довольно интересно. Но объяснив, что мы очень похожи, мы сейчас увидим, что мы очень во многом разнимся. И это как бы самое главное на нашей теме. Во-первых, мы начнем с личности Мухаммеда. Про Мухаммеда мусульманская традиция говорит, что он был так называемым Асум. То есть он был защищен от того, чтобы делать ошибки. Следовательно, его действие является образцом для подражания и передают нам божественное сообщение. Он вне критики. Еврейский подход прямо противоположный. Еврейские пророки, цари и все действующие лица не безгрешны. Авраам спускаясь в Египет, когда был голод земли, говорит про Сару, что она моя сестра. Частично правда, но в общем частично. Ясно, что от него ждут ответа на вопрос, так сказать, свободна ли она женщина, а не чья она сестра. И он тем самым вводит заблуждение. И это с точки еврейской традиции является отрицательным. многие комментаторы это отмечают. Про Якова говорит, что он, конечно, действовал с лучшим побуждением, но тем не менее пошел на обман. И СФ в начале своей пороческой деятельности, в Торе написано, клеветал на братьев. Давид, эта история, так сказать, известная история, не очень красивая. Соломона было влияние жен. Пророк Ильиша, которого только что мы описывали, в самом начале его посланнической деятельности написано, что когда он поднимался из Ерехона, то над ним начала издеваться группа подростков. И он их проклял. Вышла из леса медведица и их задрала. И это тоже ему ставится вину. Интересно, правда, что есть комментаторы, которые говорят, что обратите внимание, что на пути из Ерехона наверх, направлении, скажем, Иерусалима, никаких лесов нет. Соответственно, нет и медведей. отсюда в современном евреите есть выражение «но дубим и ло яр». То есть не было ни того, ни другого. Нечто придуманное. Тем не менее, так сказать, об этом написано, либо это было в реальности, либо у него была такая мысль, либо, так сказать, он близок душевного, душевного к этому. Ему это меняется в дину. Моисей был тоже наказан и у него расчетно войти в землю. Я бы сказал, что наказание Моисея это как бы модель для гонимого народа Израиля, когда малое прегрешение вызывает несоразмерное наказание. И вот еще по пунктам значит в тексте Курана есть огромное количество как было сказано еврейского материала. Часть сур, которые обсуждают еврейский народ, а именно мекканские суры, они весьма положительные, а часть исключительно отрицательные, те, которые относятся к медицинской эпохе. Сознается вопрос что же случилось, что могло случиться с еврейским народом за это короткое время, что могло случиться с Торой за это короткое время. И тут я уже выхожу из традиции ислама и говорю как-то наблюдатель со стороны, что более логичная вещь стояла в том, что Мухаммед хотел привлечь на свою сторону еврейские плена, которые жили в Медине, они там собственно составляли значительную часть населения. После того, как они отвергли все жесты в сторону евреев, как первичное направление молитвы, так называемое кибла, все было отменено. Место съемки пура стал целый месяц, направление молитвы перешло к Мекке, отношение к евреям стало резко отрицательным. Еще один важный момент, который состоит в том, что в начале своей пророческой деятельности Мухаммед пророчествовал в своем родном городе Мекке, где его не приняли. Когда он начал рассказывать своим мекканским знакомым известную им прекрасную историю из Танаха, то они начали его высмеивать и говорить, что это сказки древних или сказки старых. И, по-видимому, было очень важно в какой-то момент показать, что новая религия, она самостоятельная. Для этого важно сказать, то, что было раньше, уже не действует. И с точки зрения исламской традиции, иудаизм и христианство это религии искаженные, называется динт, под религия, батиль. Батиль не в смысле мавуталь, как мы говорим на иврите, а в смысле искаженные. и кроме того, в Коране есть некоторое количество сюжетов, которые ниоткуда не видим, которые никак не перекликаются с Торой и, соответственно, рассказывают нечто противоположное. В частности, Авраам в Коране отправляется восстанавливать Каабу. Дальше большой вопрос, кого приносили в жертву Ицхака или Исмаила, Исмаила, Ишмаэля. еврейская традиция говорит Ицхака. И большинство мусульман, если мы их спросим, скажут, безусловно, Исмаила. Это тоже тема нашего курса. Мы увидим, что далеко не все, особенно ранние исламские комментаторы с этим были согласны. Существует сильное разногласие на этот счет. Интересно подумать, почему об этом явно не сказано, был ли это Ицхак или Исмаил. Дальше исламский подход говорит, что исказили Тору, только не говорит, кто исказил, с какой целью исказил, где оригинал, почему мы живем здесь исказили без оригинала, это тоже очень интересная тема, может быть, одна из самых сложных, я попробую об этом, насколько позволит время, более подробно поговорить, мнение Корана отдельно, мнение комментаторов разных эпох отдельно, дальше в Коране одна из идей, что именно могли изменить в Коране, это ислам, исламская традиция говорит, что евреи удалили из Торы упоминания про Мухаммада, про его роль, примерно так же, как христиане ищут упоминания о Иисусе, так же мусульмане ищут упоминания о Мухаммаде, любопытно, что одновременно как бы говорится о том, что Тору исказили, а с другой стороны в ней все-таки ищут упоминания о Мухаммаде. Как было сказано, это одно из обвинений, что они были удалены. Но тем не менее, есть некоторые стихи, я подробнее на этом остановлюсь тоже. Теперь некоторые деликатные вещи Дело в том, что Синаевское откровение, как это описывается в Торе, было массовым явлением, оно было для всего народа. В исламе пророк Бриль беседует только с Мухаммадом, нет никаких свидетелей этого. Точно так же нет никаких свидетелей ночного путешествия Мухаммада из Мекки на небеса. Исламская традиция говорит, что это было через Эль-Аксу. Например, то, которое в Иерусалиме. И опять-таки нет никаких свидетелей этого явления. Вот в Куране написано, что евреи за несоблюдение шабата превращены в свиней и обезьян. и естественно ничего подобного мы не находим в Танахе. Некоторая сложная тема для Курана. Вот. То, что я только что упоминал, это смешение тем. Действующие лица, которые описаны в Танахе совершенно разные эпохи в разных странах, в Куране зачастую объединяются. Возможно, для того, чтобы выразить какую-то новую идею. Мы говорили на прошлой лекции, что фараон, Аман и башня объединяются в одном месте. И Аман по указанию фараона строит башню. Значит, это три разные темы в Танахе. Мария, которая мать Иисуса, называется дочь Имрама, то есть Амрама, она же сестра Моисея, то есть, так сказать, вообще говоря, две совершенно два разных образа, обстоящие друг от друга на невероятное количество лет. Вот. И последнее, что я хочу в этом плане сказать, это что в Куране принята некая поразительная система как бы отмены, что ли, определенных сур. Значит, поскольку есть большая разница точке зрения ислама никакого противоречия быть не может среди разных сур Курана, но, по крайней мере, на первый взгляд есть большая разница между разными сурами, например, мединской эпохи и мекканской. мекканской. Да и кроме этого, есть знаменитая Суров, которая говорит, что нет принуждения в религии. То есть, каждый может продолжать, так сказать, спруддать, верить своему богу или своим богам. Вот. с другой стороны говорится, что нужно бороться с неверными. И был выработан такой очень деликатный или очень непростой для понимания приём, когда более позднее отменяет что-ли более раннее. Насих отменяет, мансух отменено. При этом в Коране сказано, что Аллах ничего не отменяет, пока не скажем точнее. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь? 42 аят 106. Значит, с одной стороны, так сказать, действительно метод, который позволяет легко всё на свете между собой увязать. Если есть трудности, мы как бы выводим этот ген, этот самый аят из работы. а с другой стороны, мы знаем, что основа ислама вера в то, что Куран является прямой речью Бога, и не дай Бог что-нибудь там попытаться отменить, исказить или что-то такое. этому здесь возникает довольно сложная тема, это является сложной темой, так сказать, для мусульманских ученых, и существует немало разногласий. для нас это важно потому, что это дает нам некую надежду на то, что те суры Курана, которые нам представляются слишком враждебными, не то, чтобы отменить, отменить ничего нельзя, но сказать, что они не актуализованы. И это одна из надежд, так сказать, найти общий язык с исламом. Вот. Значит, понятно, что идея Насиха Мансух это идея мусульманская, а не критиков, внутренней идеи ислама. Поэтому, так сказать, естественно продолжать и решать, что именно отменять или не отменять или актуализировать могут только приверженцы ислама. Вот. Еще одна вещь, которая для нас важна, это представление о том, что некоторые, есть такая идея, что некоторые суры, некоторые аяты могут быть адресованы определенным аудиториям. В прошлый раз мы упоминали то, что написано про Куран, что он написан ясным арабским языком. Он ясным арабским языком написан только для тех, кто понимает арабский язык. Рабы составляют около четверти мусульманского населения планеты. Для всех остальных это не так уж ясно. Значит, может быть, это гипотеза, какие-то суры были даны на какое-то время, конкретно адресованы определенной аудитории. Например, в период становления ислама для арабов, которые были активным действующим звеном там. И эти суры неактуальны для других мусульман. Это веление часа, а не веление вечности. Вот такой подход, такая гипотеза. в частности очень важны хронологически последние суры Корана, а именно пятая, которая стоит на 112 месте, девятая. А сколько они отражают для Корана в последние дни жизни пророка Мухаммеда. Значит, я прочту вам несколько аятов. Мне кажется, они очень важны. Мухаммед последний из пророков. Ислам высшая религия из тех существующих религий. Запрет пить вино. Есть знания, которые скрыты народом книги, то есть нами. Аллах разделил людей на народы и племена. В другом месте говорится, что если бы он хотел, он создал бы всех вместе. Это как раз еще миролюбивая тема. Но он создал каждому, так сказать, свой путь. Мусульманам запрещено молиться за благополучие неверующих. Запрет принимать помощь от евреев и христиан. Евреи и христиане крадут у людей деньги. Эздра сын Аллаха. В Коране существует такая удивительная история про человека по имени Узайр. Мы не знаем, кто это такой. Который, будто бы подобно тому, как христиане говорят, что Иисус сын Бога, будто бы евреи говорят, что Узайр сын Бога. мы собственно и все. Никаких подробностей, кто, когда и где и как это все понимать в Коране не написано. Поскольку это в корне противоречит всему, что мы знаем еврейской религии, даже еврейских сектах, как бы фундаментально неприемлемая вещь для евреев, то возникает много знаков вопроса. Сами комментаторы Корана мы тоже будем обсуждать в свое время, тоже разделяется во мнениях. Есть такие, которые считают, что все евреи, там просто евреи. Не некоторые, а просто евреи. Тем не менее, много комментаторов, определенная группа, когда-то было, может быть, в Йемене. Ну, в общем, так сказать, некоторое напряжение вызывает этот стих. Евреи искажают слова, подделывают Тору, они изменники. Евреи подобно ослу, перевозящему книги. Евреи ненавидят мусульман, в отличие от христиан, проявляющих дружелюбие по отношению к мусульманам. Дальше призыв Моисея Моусы к цинам Израиля войти в святую землю. Важно, что это говорится в конце, то есть это уже оспорить невозможно. Иисус Иса подтверждает истинность сказанного в Торе и предрекает приход Ахмада, в смысле Мухаммада. То есть один из возможных подходов состоит в том, что сказать, что мединские суры говорят очень много о отношении с другими религиями, межконфессиональные отношения. Как я уже сказал, важны те, которые в конце. Значит, Ислам также говорит, что в принципе существуют две категории аятов, те, которые, смысл которых ясен и однозначен, мухамад, и их невозможно понять неправильно, в отличие от других. вопрос в том, те, которые, так сказать, отрицательные, которые мы сочетали, относятся они к той категории или к другой категории. Значит, вообще говоря, Ислам говорит, что только Аллах знает, так сказать, смысл тех, которые относятся к другой категории. Но так или иначе, это еще один дополнительный элемент гибкости, которая позволяет, так сказать, надеяться на то, что можно найти со второй стороной общий язык. Значит, вот вкратце то, что, а, нет, еще не все. Я вам приведу еще один интересный очень пример. Значит, в Коране есть самая первая сура, называется фатиха или фатихань. И я приведу слова нашего коллеги, профессора Чингиза Усейнова, который, значит, вот анализировал Коран и, значит, вот его мнение. Значит, эта сура является очень короткой. Мы уже говорили, что Коран организован не по смыслу, не по хронологии, по длине сур. Самый длинный находится в начале. Но они начинаются в начале, начинается второй. А первая, она, так сказать, очень короткая и считается чрезвычайно важной. Она является частью молитв и, так сказать, она включена в молитвы. Поэтому смысл ее очень важен. Вот как она звучит. «Я не все читаю кусок. Веди нас по дороге прямой, дороги тех, которых ты облагодетельствовал своей милостью, не тех, которые под гневом твоим и не заблудшим». казалось бы, довольно понятно. Ставится понять, кто такие под гневом, но такие заблудшие. вот тут есть большое поле для разного рода подходов. Огромное количество в исламской классике подходов на этот счет. А вот профессор Гусейнов пишет вот что. «Гнев Бога расшифровывается другими как непринятие тех иудеев, которые поклоняли золотому тельцу». Абадзаб лучшими имеется в виду опять же иудеи, но и христиане тоже, не принимающие Мухаммеда как порока и неспосланный Коран. Дальше он на себя добавляет, однако, в мекканскую упору, а это сура, хотя она первая, на самом деле мекканская. Не однако, она, так сказать, не первая, она, по-моему, пятидесятая. Значит, в мекканскую пору Мухаммед не соприкасался ни с иудеями, ни с христианами. Поэтому принять или не принять Коран они не могли. Поэтому объектом гнева Бога заблудшими и неверными были, скорее всего, зязычники сородича пророка, которые его не приняли, преследовали, принудив бежать из Мекки. подавляющее большинство комментаторов, особенно современных, под гневом понимает исключительно евреев и говорит, что они прокляты и, так сказать, посмотрите на их судьбу, они везде преследуемые, они жалкие, они какие-то твари мерзкие. Вот. А заблудшие это христиане. Вот. То есть вопрос комментирования очень важен. И, как говорит профессор Гусейн, когда мы вносим человеческую компоненту в божественное, мы рискуем здесь оступиться. И мы должны хорошо понимать, где проходит разница между тем, что действительно написано в Коране и, так сказать, комментаторами. Вот. Теперь действительно все. Сегодня все. Вопросы? Читайте какую-то суру, чтобы вы сразу упоминали или аят. Суру-то вы упоминаете, но какой номер аята? Первая сура, аят из пятого пусть. Это понятно, то, что сейчас было. А раньше, когда мы из пятого и шли. Хорошо. Договорились. 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 Я буду до него смотреть. Мне кажется, я это и раньше делал, но я буду, так сказать, следить за этим. Хорошо. Безусловно. Значит, это все... Вы следите сами, потому что, так сказать, у вас есть наверняка переводы. Я слежу книга передо мной и он просто... А, даже книга. Тем лучше. Безусловно. я еще раз, еще раз напоминаю, так сказать, вот мой подход состоит в том, что мы проводим некоторые ограничения между Кораном и всем остальным. Значит, если вы посмотрите массу публикаций в мусульманских источниках, это не всегда так. Когда не хватает доказательств из Корана, они охотно прибегают к хадисам, и там очень трудно остановиться. Значит, мы помним, что Сахи Бухари включает 7 тысяч хадисов, некоторые из них чрезвычайно, скажем так, антисемитские. Вот. Мы надеемся, что, так сказать, можно найти какую-то общую платформу. Еще вопросы, дамы и господа. Фрайм, а чьим переводом на русский язык вы пользуетесь? Вы знаете... И как вы относитесь к переводу Валерии Пороховой? Вы знаете, прекрасный вопрос. Значит, к сожалению, нет одного перевода, который удовлетворил бы. Я сравниваю разные переводы, и не только русские, скажем, английские. Значит, я пользуюсь основным Кулиевым, Крачковским. Но, так сказать, все эти люди безусловно пытались, так сказать, сделать как лучше. Это все качественные переводы. Вот, скажем, книга, которую мы пишем, я уже упоминал ее, я в некоторых местах перевожу несколько переводов, мне кажется, каждый оттеняет какую-то свою. К сожалению, это проблема, которая заявлена с самого начала, что это последнее трудно поддается переводу. Самое важное, чтобы не было вкраплении, так сказать, мнения переводчика в текст Корана. Вопросы? Но, тем не менее, как вы относитесь к переводу Корана, единственному переводу, который сделан женщиной, но, тем не менее, который одобрен высочайшей комиссией научно-исследовательской исламской академии? Вы знаете, я пользовался ее переводом несколько раз, и никаких проблем у меня это не вызывало. Более того, ее подход чуть-чуть отличается, потому что, если мне не меняет память, в нескольких случаях пыталась даже мелодику исходного текста русской прозой, так сказать, передать. Именно. Вот. Это интересно. Вы согласны? Да, 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 конечно. Это интересно. Еще? Шалом, меня слышно? Слышно. Да. Да, у меня один вопрос. Вы сказали, что евреи могут молиться в мечети. Но вот, например, я обратил на такую вещь внимание, что в Мекку почему-то там могут ехать только мусульмане. Больше я никогда там никого не видел. Допустим, если христианин или еврей захочет поехать, я думаю, он навряд туда пустит. Вообще не пустит. Не пустит. То, что я сказал, это означало вот, что с точки зрения еврейского закона таких ограничений нет. Они почему не пускают? Они считают, что, так сказать, они считают, что это святой район вне доступа. Кроме того, в исламе есть такая, так сказать, идея, кстати, я припоминаю больше у шиитов о том, что евреи, они как бы, как бы сказать, повежливее, нечистые твари, они, так сказать, ритуально нечистые. Это перекликает с некоторыми еврейскими идеями о том, что бывает, что такое ритуальная нечистота, откуда она берется, как и что. Это нас ведет очень далеко. В общем, это не с нашей стороны ограничения, а с их стороны ограничения. Кто спросил меня это? Интересно. Еще один вопрос у меня. А может ли общие корни, про которые вы говорили, привести к примирению между всеми тремя странами и мировым законам? Замечательный вопрос. Это как бы и является целью всего этого изучения и всех этих попыток. По крайней мере, уменьшить враждебность. Понимаете, оказывается, довольно любопытная штука, что большая часть мусульман Коран знает плохо. Значит, я слышал это утверждение много раз, прежде чем в него поверил. Вот. Но, по-видимому, оно соответствует действительности. Дело даже не в том, как хорош перевод, а в том, что они в основном пользуются той информацией, которая написана в книгах, то, что говорит имам в книгах. И это, увы, очень часто тенденциозно. Еще вопрос? Да, еще один вопрос у меня один остался. Еврейский характер государства, может ли это в религиозном смысле иметь влияние вообще какое-нибудь на иудеев или на всех остальных? Вы знаете, с точки зрения ислама лучше религиозный, чем нерелигиозный. Ислам содержит обвинения евреев, потому что они не соблюдают шабак. Вот. И говорится, что они получили Тору, и ее не соблюдают. И это плохо. Вообще, как кажется, любопытно, но иногда религиозные люди из разных религий находят, вполне находят, так сказать, дополнительные возможности для взаимопонимания. Я не знаю, можно считать, что Израиль религиозной страной, так сказать, есть какие-то элементы, есть много чего нет. Значит, но есть как бы исходную, есть некоторый элемент уважения к евреям, к людям Писания, которые это Писание соблюдают. И, так сказать, так меньше уважения к людям, которые получили Писание Божественное, им пренебрегают. Саша, посмотри, пожалуйста, в чате есть у тебя вопрос. Попробуй. У меня есть вопрос. Сейчас, полсекунды, сейчас, полсекунды, я их изменяюсь. Вот у тебя есть пузырь внизу, чат написан, правильно? Нажми на него, потому что это было только тебе послано, мы никто, кроме тебя, не видим. Я только не вижу, что здесь написано. А, я тебе скажу, это мне уже это самое. Сейчас, секундочку. Нас отгоняют, по-моему, с чата вообще. Написано, задало вопрос в чате трансляции на арабском языке. Это на эту тему? Не знаю, текст, который пришел по-арабски, мне непонятен. Ну, хорошо. Сара, давайте сделаем так. Это было не очень понятно. Если хотите как-то попонятнее, правильнее, на самом деле, озвучить. Хорошо? Хорошо. Эмиль, у вас был вопрос, правильно? Да, да. Я вот все слушаю, слушаю, значит, ищу какую-то общую платформу, потому что так один может говорить одно, другой говорит другое, значит. Единственная платформа, которую я нашел, это время. Есть определенные даты рождения и смерти Мухаммеда, так я понимаю. Вот у меня такой вот вопрос в отношении христианской религии. Где они все, если они такие умные, были пять тысяч лет назад или сколько там тысяч лет назад, когда появилось еврейство. Еврейство имеет определенную хронологию, имеет определенную скиповку с общим календарем, а вот все такие вот они праведники и они появились почему-то очень поздно, почему они сразу не если все было именно так, и были арабы, и был Мухаммед, и был ислам, и все было, почему это не сразу появилось на арене как главная истина человеческая, и все бы приняли уже, все здесь был бы ислам. Как сами мусульмане объясняют вот такое, если они принимают этот календарь хотя бы, потому что так я понимаю, они ничего не принимают из каких-то общих человеческих платформ, все у них свое, все они сами, и они правы, понимаете, вот, значит, вот как даты, вы назвали, даты, они принимаются, да, и они сами принимают последовательность, они говорят, что сначала были иди, а потом это принимаются, и более того, от года хиджры, то есть эмиграции там Мухаммед из Мекки в Медину отчитываются там много, здесь как бы календарь один из возможных способов датировки событий мусульманского мира, теперь, что было до, они говорят, мы были всегда, все были мусульмане, Ибрагим был мусульманин, Муса был мусульманин, все были мусульмане, это проблема. А если они принимают какую-то шкалу времени, значит, у них есть какие-то способы ее определить, у них есть какие-то материальные или какие-то доказательства, где эти мечети, где это все то, что было, где эти записи, которые были сделаны, то есть, на основе чего это время вообще берется, так сказать, то есть, это голословно получается, как бы, да, то есть, что, какие даты вы хотите узнать, даты, которые были до Мухаммеда или после Мухаммеда? Я говорю, Мухаммед, почему он жил так поздно? Почему так поздно? То есть, истина могла быть дана сразу без евреев, без, значит, христиан, а сразу без философии греческой, а сразу был бы ислам. Вот почему этого не было, если это все правильно и все так, и абсолютная истина. Как это объяснить? Как они это объясняют? Они говорят, что друзья мы... Как бы всегда, когда годы жизни Мухаммед совершенно определенные, они совершенно несравнимы, так сказать, с временем еврейства, по крайней мере. Конечно, конечно, еврейство это древняя религия. но они принимают это все. Как же они объясняют? Почему? Они говорят, друзья мои, вам была дана, вы получили свой, так сказать, билет, вам была дана возможность, вам было спущено, так сказать, писание, вам была спущена возможность, но вы это исказили. Зачем сразу не им дана? Почему она должна была быть дана нам? Понимаете... Они позже получаются, значит, они были или не были, непонятно? Кто такой последний с их точки зрения? Он является завершающим, больше никакого пророчства не будет. Нет, они говорят, что они всегда были, вот в чем все дело. Как же получилось, что кто-то заблуждается, если истина была, если ясно, с самого начала? Ислам был всегда, а Мухаммед не был всегда. Хорошо. Ибрагим? Ибрагим? Почему его не было всегда, я спрашиваю? Почему он не появился сразу, с самого начала? Это вопрос, я боюсь, я затруднись ответить. Чем вызвана вся эта история вообще? Зачем это весь этот балаган? Непонятно. Если все было правильно, все было хорошо, были, были, хорошо было, был ислам. Почему сразу не поставить пророку, сказать истину, и все? Непонятно. Правильно. Понимаете, так сказать, знаете, ну, почему они должны брать историю сотворения мира у евреев вообще? Зачем это нужно все им? Они могут свою придумать какую-нибудь, понимаете? Я не знаю, как ответить на... Я искал какую-то общую платформу. Вот я нашел время. Эмиль, Эмиль, одну минуточку. Эфраин, позвольте я Эмилю отвечу. Да, пожалуйста. Да, вот вспомним, давайте, такой старый хороший анекдот, когда ребенок до пяти лет не разговаривал и в пять лет впервые, значит, заговорил. И когда все обрадовались, спросили, а что ж ты молчал в эти пять лет? Он сказал, а до этого было все в порядке. Так вот, ислам появился тогда, когда Всевышний счел, по их мнению, да, Всевышний счел, что евреи перестали справляться с той миссией, которая была предназначена евреям. Кстати говоря, одну минуточку, еврейство, давайте не путать, еврейство и иудаизм. Еврейство это родовое понятие, а иудаизм это теологическое понятие. Только с точки зрения мусульман, как я понял, Эфраима, иудаизм и мусульманство это почти синонимы. То есть все древние иудеи, начиная с Авраама, но вообще говоря, начиная с Адама, они все были мусульманами. Точнее, не ислама, конечно, да. Теологически, теологически они были все... Когда он родился, там и христианство было, и все, вы еще забываете про христианство за это время. Значит, зачем надо было давать сначала евреям, потом христианам, зачем надо было надеяться, почему, если ребенок должен что-то сказать, почему он сразу не сказал то, что нужно сказать. Значит, Имея, это вопрос, так сказать, как бы, знаете, не нам, берите выше, так сказать, я пытаюсь передать, насколько я понимаю... Понимаете, Катька, я вам хочу сказать, что как бы, то, что нравится априори, до всяких исследований, да, то есть, когда одна сторона совершенно не принимает никаких общих универсальных измерений, да, общих человеческих ценностей, то есть, ни наука, ни ничего, для нее, я так сказать, не является, так сказать, каким-то, чем-то определяющим, да, ни разум даже, то есть, ни философия, ничего, а вот только как она считает, так она правильно, понимаете, то о каком сравнении может быть речь, на каком основании может быть речь, понимаете, это абсолютно какие-то разные, разные совершенно точки зрения, абсолютная контроверсия, да, то есть, ничего общего быть не может изначально, изначально. Это будет, то есть, что мир и соглашение, может быть в двух случаях, да, либо мы все принимаем мусульманство, и тогда мир и соглашение. Принимают евреи, и тогда мир и соглашение. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два друга, я звоню, я говорю, сами мои спорты, я заканчиваю. Я, к вашему прощению, если я поздно, 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 поздно. Ну ладно, я закончил свой вопрос, я понял, что на ответ по нему быть не может. Все это, я плохо слышал, говорю, дженский голос, но я плохо слышал. Все плохо слышали. Я получил несколько вопросов по чату, я попробую на них потом ответить, это просто каждый из них достаточно сложный, и все вопросы по делу, и за них спасибо. я их запишу, и попробую на них ответить. Значит, мы не можем ответить на все вопросы, как ислам себя видит, не все мне кажется логичным. Значит, поэтому я, так сказать, что-то могу, пытаясь представить точку зрения ислама, что-то могу объяснить, что-то не могу объяснить. Но в целом, мне кажется, важно пытаться понять именно то, чем мы близки, и что нас разделяет. Скажите, пожалуйста, у меня по прошлому занятию маленький вопрос. Вы говорили о том, что рабы и ислам очень быстро завоевал большие территории. Откуда у Мухаммеда взялось войско, и откуда у него взялись способности военно-начальника, позволившие ему завоевать большие территории? Вы знаете, как раз, так сказать, тема захватов и войск, это вообще, говоря, тема буквально следующего нашего занятия. Поэтому, значит, на что-то мы можем попробовать ответить. Большого войска у него не было, значит, вполне возможно, он был хороший военно-начальник. Вполне возможно. Значит, понимаете, это была эпоха, когда крупные державы Византии, с одной стороны, персидская держава, с другой стороны, были сильно ослаблены взаимными войнами на протяжении продолжительного времени. Вот. С одной стороны. С другой стороны, кочевники, которые привыкли сражаться и привыкли, так сказать, терпеть лишения, это очень хорошее войско. Вот. Поэтому это не так удивительно. Интересно, во всей этой истории некоторая другая черта, что Мухаммед никогда не пытался захватить Ирцисраиль и Иерусалим. Вот это интересно. Ну давайте, ребятки, еще последний вопрос. У меня вопрос, можно? Пожалуйста. Просто, как бы посоветовали жить среди мусульман, нам, бнейнох, я имею в виду, которые постоянно находятся под давлением того, чтобы привлекаемые к тому, даже вот, например, недавно была у Роза, и буквально я просто говорю, как работающий среди мусульман, находящийся в среде мусульман, которые все соблюдают и тебя тянут тоже к этому. Если я, вот у меня спрашивают, ты же бывший мусульманин, я говорю, не бывший, они говорят, ты мусульманин? Я говорю, мне приходится варьировать, я не хочу лезть на рожон и мне приходится, я говорю, да, я родился мусульманином, но я не читаю намаз, можно сказать, что я сейчас нахожусь в поисках, и было несколько раз так, и все время находишься под таким давлением, вот, что бы вы посоветовали, я не знаю, сейчас не смогли, не смогли объяснить свою ситуацию? Вы прекрасно объяснили свою ситуацию, смотрите, с точки зрения ислама, ну скажем, бнейноах вполне могут пить вино, с точки зрения ислама пить вино нельзя, поэтому, с точки зрения ислама особенно, особенного статуса бнейноах нету, значит, все должны быть, все должны быть мусульманами, особенно, так сказать, особенно люди, которые живут среди мусульман, теперь, значит, проблема в том, что вы говорите, вот какая, значит, человек, который говорит, я был мусульманин, а потом перестал быть, это вообще говоря, то, что исламом запрещается, человек не должен уходить из ислама, это может быть просто опасно, вот, поэтому придется лавировать, я боюсь, что придется лавировать, потому что, так сказать, потому что, так сказать, я боюсь, что я от вас не отстану, к большому сожалению, либо вам нужно сменить какую-то среду, либо, так сказать, иметь какую-то еще компанию, а не быть в одиночке, в одиночестве, вот, лучше, единственная разумность, которую я могу дать, это не говорить, что вы были мусульманином, в семье, в семье, в семье это было, а я нет. Фрейм, можно ответить на вопрос, я там, мусульманин, когда менял еврейство, в современном Израиле, он стал евреем абсолютно, просто полностью, вот, был мусульманин, он стал евреем, живет в Израиле, в чем вопрос? Проблем, имеет семью, соблюдает все законы, мусульманин, мусульманин, по-моему, он из Сирии, или откуда, приехал, и считает, еврейство, истинная вера, принял еврейство, и соблюдает все законы, шаббат, все Аллаху, сделал гею, и, и, ну, а вопрос-то в чем? Нет проблем, нет проблем, Эмиль, вы ошибаетесь глубоко, очень глубоко ошибаетесь, вы хотите, что его рану, или просто убьют? Да, абсолютно. Ну, посмотрим. Я думаю, у него хорошая охрана. Еврейский Бог его охраняет. Он, почему вы говорите, я смотрел видео. Господа, я дико извиняюсь, у нас в рамках лекции, которая час, у нас нет времени для перекрестных диалогов сто процентов. Поэтому давайте конкретный вопрос, ответ здесь. Давайте последний вопрос, последний вопрос. Вот последний вопрос. Можно задать вам один вопрос? одну секунду, очередь стоит. Сейчас, я дико извиняюсь. Вот, Сара спрашивает такой вопрос. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, как ортодоксальный ислам относится к Бнойнов? Есть ответ? Ну, это, так сказать, на мой взгляд, никак. Так сказать, нет никакого, так сказать, это не функция для них, Бнойнов. Окей. Можно немножко добавить. Я пытался говорить насчет Бнойнов, это абсолютно чуждое, и они никогда об этом не слышали, и даже не знают, что это такое. Они знают про Ноах, обладают про все, а насчет семи законов и насчет движения Бнойнов или какого-то, абсолютно никаких этих нет. тут. Совершенно верно. Окей. Икраин, можно один вопрос единственный задать? Нет, Михаил, я тебя извиняюсь. Нет, нет, мусульмане, машеха ждут или нет? Михаил, я тихо извиняюсь, мы вышли, не, я выключаю просто микрофон, мы вышли, мы должны держаться рамок нашей лекции. Я предлагаю такую вещь. Спасибо за ваш интерес, спасибо за внимание, я надеюсь, что это было полезно. Окей, давайте сделаем такую вещь. Все вопросы, диалоги, либо в чате, в телеграме была ссылка, либо это видео будет опубликовано на ютюбе, можно продолжать в ютюбе, пожалуйста, аргументировать. Спасибо. Спасибо большое. Мы не можем сказать ничего личного. Все? Спасибо. Дорогой Ефрайм, огромное спасибо, ты дал нам потрясающий материал для размышлений, нам его вполне хватит на неделю. Окей. Да, спасибо лектору, спасибо. Спасибо. До свидания, всем счастливо и пока. До свидания, Ратан, спасибо тебе. До свидания. Пока. Всем пока.